Здравствуйте! Мы еще раз вернулись в нашу любимую игру Куандаек к торговцам в торговой лавке. Вы знаете, очень часто бывает мне пишут, даже не на канале, пишут в соцсетях, как правильно поставить торги. За сколько малины продать? За сколько коллекций рогов продать? Обратите внимание, какое разнообразие у меня стоит. Нет, я не говорю, что мои торги самые верные и правильные. Вообще, изначально, когда я увидела, начала с торговцами общаться, мне жутко не понравилось. Я купила первую лавку, и она у меня стояла. Ну, называется, она у меня есть. Я не хуже, чем у других, у меня все есть, даже торговая лавка. Ну, торговли как таковой не было. Потом мне что-то понадобилось, и я потихонечку начала входить во вкус с торговлей. Торговля – это такой своеобразный процесс, в котором, допустим, вам... Которая вам или зашла, или не зашла. Вот мой компонент, который раньше был, у нее тоже были торговцы. Ну, они почти все время спали. У них был сонный час. Обратите внимание, я ставлю только то, что мне горит. Только то, что мне больше всего надо. Неважно, правильно это, неправильно. Мне надо, я ставлю. И это самые правильные торги. Да, безусловно, если вы поставите 100 каши, выйти за нее просить тысячу малины, никто у вас не купит. Но если так вот, допустим, более или менее так сносно чего-то просить, то оно и придет. Возможно, кто-то может сказать, что 300 глины за один плед много. Но, если так вот разобраться, если вот не брать в ход то, что я готовлю, это в большом производстве, а посмотреть, чего и сколько идет на плед, то, в принципе, это нормально. И, между прочим, покупают. Не говорю, что много, но все же. Обратите внимание, для того, чтобы сделать плед, она сначала сделала хлопковые нитки, шерстяные нитки. Да, возможно, просто поменять коллекцию. Но все же. А потом эти пловки, эти нитки соединить и сделать плед. На это надо время и желание. Знаете, игроки делятся на категории, которые просто играют сами, а которые... Очень хорошо, что их меньше, которые решают, что не обязательно играть самим, можно просто написать. Отдайте мне. Как вот недавно мне опять написали, получается... Ой, у меня закончились деньги. Так быстро. Так, сейчас мы с деньгами поиграемся. Написал мне, что у него там уровень, кстати, немаленький. Что ему нужны ресурсы и все такое прочее. Я спросила, говорю, почему тебе нужны коллекции? Ты не поставишь птичек и не начнешь их выращивать. Почему я должна это делать за тебя? На что было? А что не дадите? Не, ну, подождите. Безусловно, маленькому уровню надо помочь. Но если уровень уже не сильно маленький, то лучше не баловать, потому что некоторые входят во вкус. Чисто во вкус, а нам помогают, и это просто здорово. Так, нанять. Я сама дело в том, что вот захожу в игру не так часто, и не так часто прям нанимаю, не так часто прям они работают. Бывает такое, что вот видите, вот у меня сейчас, вот я зашла, половина пекарень уже спит, конкретно спит, а могли бы принести какую-то пользу в игре. Ну, так как вовремя не поставила, не обратила внимания, что там закончились рабочие, вот вам результат называется. Поэтому просто уделяем больше внимания, ставим так, как нравится вам, но в разумных пределах. И тогда ваши торговцы будут самые правильные торговцы. И на этом все. До новых встреч.